два года на нашем канале не было видео про армию петра первого на северную войну этот пробел нужно восполнить прошлых фильмах вы могли видеть разбор войск россии на данный исторический период мы обсуждали и пехоту и кавалерию с артиллерии из фильмов вы узнали об организации вооружении униформе и других вопросах если эти фильмы прошли мимо вас то их стоит посмотреть за последнее время качество нашей работы резко изменилось в лучшую сторону вы можете видеть на своих экранах визуальный ряд созданный при помощи игры total war империя на которую наложен еще и мод позволяющий получить юниты более точно отражающие эпоху петра первого теперь мы готовы продолжить наше повествование про армию россии участвующую знаменитой полтавской битве 1709 года я в течение почти четырех лет создал свою коллекционную армию на этот исторический период использовал миниатюры от различных производителей в масштабе 1 к 72 делать видео мне будет помогать брат алексей как мы построим наше повествование я буду брать каждый полк своей армии рассказывать о предысторию показывать униформу это как я делал модели своих солдатиков моя же задача это создавать визуальные эффекты при помощи игры total war на период полтавской битвы полевая армия россии имела около 50 пеших и столько же конных драгунских полков не все они принимали участие в этом генеральном сражении для своей коллекционной армии я сделал 7 полков и штаб с петром первым список полков вы видите сейчас на экране с одной стороны мне хотелось создать термин похожие на реальную с другой показать разные полки и униформу в этот исторический период цвет униформы петровской армии только формировался так только оценочно 65 процентов пехотных полков имели зеленые кафтаны которые в будущем станут основным цветом русской армии это примерные данные так как униформы некоторых полков мы не знаем также в этот исторический период кафта на войсках меняли раз в три года а то и чаще порой полковой цвет мог быть изменен ну например зеленого на синий про это мы еще поговорим в других видео по этой причине я решила сделать свою коллекционную пехоту пестрый но и соблюсти баланс в расцветке мундиров так полков в зеленых кафтанах у меня 4 и 7 и первый полк который мы разберем будет нарвский он был создан 6 декабря 1703 года сформировали его в москве под названием солдатский полк генерал-поручика адама шанабека следующем году он участвовал в штурме нарвы 10 марта 1708 года в армии произошла реформа в названиях полков теперь их стали именовать по месту дислокации зимних квартир так полк шанабека получил наименование нарвский пехотный полк 1709 году полк участвовал в сражении под полтавой и ригой нарвский полк несколько раз меняя название просуществовал до 1918 года теперь вернемся к этому полку на полтавскую битву 1709 года разбор построим на тех же принципах как я делал со своими драгунскими полками петра 1 сначала я расскажу какую униформу имел полк на основании таблицы из журнала новый солдат номер 189 сравним это данные с электронно-справочным пособием не братенко цвета русского военного мандира за эти двух изданий видимо стоит больше доверять не братенко благодаря каналу блокпост я узнал о существовании такого пособия и скачал его буквально на днях ну что могу сказать это отличный справочный материал все полки разобраны по годам дается полный расклад униформы в том числе цвета штанов галстуков камзолов что в таблице из нового солдата вообще нет как жаль что в 2012 году когда я начинал создавать свою армию такой справочной литературы у меня не было скачать этот справочник обязательно все те кто увлекается петровской армии тому же он бесплатный после исторической справки я покажу как мной были окрашены модели солдатиков разница бывает порой существенная и так журнале новый солдат в таблице указано что нарвский полк оснащался треуголками их кафтаны имели зеленый цвет приборный цвет в полку синий а штиблеты красные при этом в этом же журнале приведен вот такой рисунок с фузелером и прапорщиком именно нарвского полка на полтавский бой обратите внимание что штиблеты имеют белый цвет они красны как указано в таблице сами все противоречат обратимся теперь к небратенко в таблице по нарвскому полку на 1709 год указано что кафтан зеленый камзол тоже зеленый приборный цвет синий как и в таблице нового солдата штиблеты белые они красные как в таблице новом солдате штаны красные а галстук черный можно видеть что рисунок из нового солдата точно соответствует такому описанию будем считать что красных штиблетов не было при создании своей армии я использовал данные сайта тацитус хотя рисунки из нового солдата они сам журнал у меня были вы видите как изображен пехотинец нарвского полка на полтавскую битву кафтан зеленый это верно штиблеты белые и это верно а далее ошибки камзол красный должен быть зеленый приборный цвет красный должен быть синий мои солдатики к сожалению все эти ошибки имеют свои окраски мой полк состоит из 24 фигурок за основу взяты модели звезды набор пехота петра первого есть один боец из набора стрельца гвардии петра первого но про это чуть чуть попозже у меня было три набора звезды в каждом находилось по шесть бойцов в позе марширующего солдата отличная модель в нарвский полк я включил 16 таких солдат при этом я не люблю делать просто одинаковые модели для придания живости моделям я применяю конверсии то есть изменение поз отсоединяю ножом различные части фигурки и собираю их по-новому чтобы придать оригинальный вид миниатюре как это делать у меня есть на канале старенькое но вполне понятное видео называется но как сделать солдатика своими руками так что на этом останавливаться не буду скажу только что я все модельки крепил холодной сваркой 10 копеечным монеткам применял также модельную травку для украшения подставки окрашивал все модели при помощи красок rebel матовый обращу внимание что у многих солдат разные оттенки волос данным отряде есть даже один седой 14 марширующих бойцов я сделал без изменений а двоим отрезал головы и прикрепил их так как будто бы они их повернули один смотрит влево а другой вправо это немного оживляется у пехоты в армии петра первого на начальном этапе присутствовали пикинеры полтавской компании их вроде бы уже нет но это еще дискуссионный вопрос и исследователи спорят об этом своей армии я решил пики делать по уставу каждый второй боец в первой шеренге имел пику хочу внимание что в обозе у пикинера лежала его музея пики применялись для отражения кавалерии они из-за нехватки огнестрельного оружия в моих игровых полках 8 бойцов в шеренге и три ряда в глубину это конечно не совсем верно пехота петра первого строилась в четыре а то и во все шесть шеренг у нас игровая армия полку я сделал четверых пикинеров трое это бойцы от звезды я модернизировал всех этих бойцов голову срезал и повернул так чтобы они смотрели прямо они через левое плечо шпагу у одного бойца отрезал от подставки и несколько выгнул руку верно направлены вперед они на землю один из пикинеров это боец от стрельца из набора гвардии петра первого эти там ужасные я их все заменил на обычные канцелярские скрепки кончик с плюсом молотком а потом вырезал ножницами наконечник далее идет командная группа пока знаменосец офицер капрал и барабанщик сразу скажу что в полках применял ротные цветные знамена они белые полковые так как полковые прапор были плюс-минус у всех одинаковые а именно на белом фоне герб друглавом орлом а вот ротные отличались по цвету про это я уже говорил в прошлых фильмах точных данных на полтавский бой почти нет и цвета взяты в основном из цветовых гам более позднего периода так что тут могут быть ошибки знамена я распечатывал на цветном принтере брал сами полотнище из книг и картинок из интернета почему прапорщика штиблеты желтые я пояснить не могу я думаю что вы уже поняли это была ошибка с офицером тут также не все так просто у него шарф перекинутый через правое плечо должен иметь бело-сине-красную гамму читал что могли быть и зеленый желтый синий шарфы лучше так не экспериментируйте и делайте более стандартные кисть шарфа у моего офицера желтая то есть золотая это ранг офицеров полкового штаба если бы она была бело-серебристой то это ротный офицер у штабного офицера должен быть синий красный шарф с бело-серебристой отделкой хотя на полтаву может и так пойдет ввиду еще не до конца сформировавшиеся цветовые гаммы в русской униформе как правило заменил голову в треуголки на голову в шапке причем вот такого интересного покроя взял ее из набора запорожских казаков звезды вот эта фигурка зачем я так сделал книги каштанова и ват россии говорится что офицеры и капралы сами выбирали себе форму и она могла не соответствовать цвету его полка и картинки в подтверждение его слов есть его книги когда я делал свою армию я еще не знал что каштанов очень вольно обращается с историческим материалом и наделал много ошибок скажу так на начальном этапе создание петровской армии бардак с униформой был есть данные у историка татарникова что такое бывало до нарвского разгрома а потом уже не встречалась но тут все довольно спорно если в уставе прямо говорится что запрещено одевать не уставные головные уборы то видимо это было бичом армии и обычной практикой существовало ли такое разгильдейство до 1709 года сложно сказать все же в армии был сам самодержец и появляться в неуставной шапке его на глаза была бы плохая идея для капрала или офицера так что делать такие конверсии с моделями сейчас я бы не стал барабанщик вон и прорисованы правильно целом неплохо выглядит фигурка есть и не считать общие грехи полка ошибка вроде бы у меня в цвете барабана поясню почему вроде бы журнале новый солдат пехоты петра первого указано что барабаны были черными с красными обручами центре медальон на бледно-красном фоне и цветная рука выходящая из облака меня все верно кроме поля барабана так как я сделал его зеленым а не черным а на массе иллюстрации цвета барабанов как раз зеленые на коробке набора звезды с которым я его рисовал также зеленый цвет так что кто тут прав решайте сами вообще очень сложно реконструировать эпоху стандартизированных армий требуется до начала реконструкции собрать информацию из разных источников и сравнить ее противном случае неминуемые ошибки обращу внимание что 1710 году нарвский полк уже имел не синие а красные обшлаги что почти соответствует моим моделям так что переделывать я его не буду а те кто пожелает создать свою армию на северную войну теперь имеет гораздо больше информации чем я 10 лет назад и уже имеют больше шансов не сделать ошибок хотел бы еще раз напомнить зрителям про канал блокпост его автор игорь круглов работает в примерно таком же стиле что и я создавая свои коллекционные армии прямо сейчас он делает войска на северную войну армию петра первого он завершил и принялся за шведов обязательно подпишитесь и посмотрите его видео там есть чему получиться следующим разберем новгородский полк про который ходят разные легенды и байки с переодеваниями ходе полтавской битвы посмотрим насколько не отражает действительность но на сегодня все до новых встреч пока пока